Субтитры сделал DimaTorzok Смысл внести в это все другое немножечко Но однозначно во мне плачет вот эта моя сторона Знаете, какая-то такая ученическая В общем, ладно Кто дошел до этого последнего видео Я бы хотела поделиться с вами все-таки Как я пришла в религию То есть, тем не менее Хорошо или плохо Далекий или близкий у меня был путь Правильный, неправильный Уж вообще спорить бесполезно Но я так или иначе прониклась идеей религии Причем для меня нет такого, что хорошо ислам Или хорошо христианство Или хорошо, не знаю, буддизм Мне нравится именно сам смысл религии То есть, после того, как в мою жизнь активно вошла уборка на планете То есть, я подумала, что есть все-таки дела, которые смысл имеют Именно такой, вы знаете, не эгоистичный А именно такой вот Альтруистичный Окей, назовем это альтруистичный Я поняла, что это как-то так больше имеет смысл, чем дела эгоистичные Я полностью эгоист Я ни в коем случае не питаю иллюзией, что я прям такая возвышенная личность Нет Но хотелось бы стремиться И вот на вот этом вот этапе, где хотелось бы стремиться То есть, я еще психологию там изучала И там обиды прощать Прощать какие-то, знаете, долги Я вспомнила отче наш, который учила в 10 лет Прости грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим Я тут, конечно же, вспомнила, что я не шибко прощаю Нет у меня такого большого сердца И на этом этапе я подумала, что чего-то во мне не хватает Чего-то во мне не хватает И у меня очень долго внутри было давление Что я согласна, что я не самый чистый человек Не самый там прекрасный душой человек А во мне там мало кого-то бескорыстия Да, там прям вот таких вот качеств возвышенных Но я уже, знаете, как бы начала именно Какое ощущение, что раскаиваться, да В том, что где-то я поступала неправильно Где-то я пожадничала То есть, я начала видеть эти моменты, да Я начала их осознавать в своей жизни И мне стало за них стыдно То есть, реально как-то стыдно, неприятно, да То есть, если бы вернуть время вспять Я бы, возможно, поступила по-другому И с каждым днём вот эти мысли, 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 мысли Меня всё более и более одолевали И я всё более и более и более пыталась Как-то себя прорабатывать Вот, сейчас очень модно заниматься проработками, да Но я занималась именно То есть, обычно в психологии Ну, нету понятия религии, да Есть, но очень скользкая, да Всё равно там отстаивается позиция Как вот, ну, как бы не монополия Как это вот, личности, да То есть, ты имеешь право на свои эмоции Ты имеешь право там обижаться Ты имеешь право забрать своё, да Ну, то есть, я не говорю там про какие-то там На эти границы там, или там личные пространства Но, тем не менее, там нет сострадания, да Вот я, по крайней мере, так вот сколько я смотрела В какой-то типичной психологии, психотерапии Как такового сострадания к другим людям немного К себе много, к другим немного И я, в общем, в итоге поняла, что это есть только в религии, да Именно сострадание Какое-то, знаете, такое Не я единственный человек на планете, да Все остальные такие же люди Точно так же, как и я, пытаются быть счастливыми Точно так же, как и я, зачастую не знают, как этого сделать Поэтому ошибаются, знаете, наталкиваются на свои грабли собственные Делают какие-то очень странные вещи Исключительно в поисках счастья Вот И я была таким же человеком, да Я в поисках счастья делала глупости И вот в определенный момент жизни я начала раскаиваться Что делала эти самые глупости И в этом, наверное, начался мой путь именно в религию То есть я поняла Я наконец-то поняла В чем вообще смысл, когда говорят Вот в любой религии это есть, да Очищение, причащение Ну это про христианство, да То есть своих внутренних, да Там демонов, надо с ними что-то делать Вместо внешних, да То есть работать над собой именно внутри Вот, по сути, это религия начинается уже, да То есть раскаивание Что я, оказывается, не такой хорошей, как мне казалось Вот И еще у меня были мысли, что я все-таки была в поиске Именно вот этого счастья, знаете Не быть наркоманом вот этого своего гормона Который, знаете, тебе вот вырабатывается От какого-то дела, да Вот какое-то хорошее дело сделал Или, не знаю, вообще просто Сам организм решает, какое дело хорошее Такое, нет, вырабатывать тебе гормон счастья Не вырабатывать То есть, знаете, становишься такая Чисто зависимая женщина Которая зависит, да От своего собственного организма И организм решает Будем мы вырабатывать гормон или нет Причем на одно и то же действие порой даже То есть я решила, что Нет, должен быть именно путь к счастью К счастью Не к удовольствию Не к саморазрушению То есть некоторые считают Там, вот когда, допустим, алкоголя много выпил Да, там Мозг немножко притупился Сознание немножко притупилось Вот оно счастье Да, то есть нету лишних мыслей Лишней Совести И вот оно счастье Вот Я решила счастливой Ну, как бы стать счастливой И найти то самое счастье На трезвую голову Да, с совестью То есть чтобы это не противоречило моей совести Ну и так далее И я поняла, что мои мысли в голове Они не шибко знают, как стать счастливой Потому что все мысли в моей голове Это Ну, съешь мороженку Или Ну, купи себе новое платье Или там Ну, посмотри какой-нибудь фильм Да, и будет тебе счастье То есть, к сожалению, моих знаний в голове Было недостаточно Чтобы это было Хоть как-то вменяемый ответ На то, как стать счастливой Вот И Так как я знала, что это точно не работает Потому что уже там 29 лет я это пробовала Счастливой Так и не стала Я понимала, что это не работает И надо искать какую-то новую информацию От других людей Именно в этот момент Я пришла То есть, мне на улице, грубо говоря, дали книжку Эти люди ходят По всем городам России, наверное Или по всему миру, я не знаю И раздают книги, да То есть, это была Харе Кришна И я вспомнила Как я его издалека, знаете, уже увидела И поняла, что Точно, точно Есть же такие люди Которые занимаются распространением Духовного знания И я подумала Точно, может быть, это то, что мне надо Вот И я вспомнился Взяла эту книжку Я была очень рада Видеть этого парня Он был очень приветлив В общем, мы с ним общались Минут 15-20 И Я не помню Не 20, только 10 Примерно 10 минут Мы с ним общались Но мне казалось Это целая вечность Потому что у меня прям Мир перевернулся Знаете, в голове И Он мне дал адрес храма И как-то так случилось Что я прям прониклась Этой идеей Я начала читать книги Я То есть, я до этого смотрела И Тарсунова, и Гадетского Не знаю, смотрите вы таких людей То есть, это Как бы Ну, не эзотерика Но Немножко что-то такое Среднее, да Вот В общем, я прониклась И в итоге я пошла в храм И Когда я туда пришла Я уже даже не помню, честно говоря Что именно меня Вот как-то так тронуло Но меня тронуло Да То есть, меня как-то так Вдохновило Даже Не было каких-то таких Знаете, прям Моментов Там Или я просто их уже Знаете, подзабыла Потому что это было год назад Но, конечно, было приятно Когда там Я пришла в храм Только что Меня встретила девушка Да То есть, мне все помогали На каждом шагу Мне все помогали То есть, проходите сюда Вешайте сюда Садитесь сюда Вот это здесь Мне сразу же дали какую-то книжку Сразу же там Что-то там еще Там То есть, там Вкусно кормили Там было очень красиво Очень так чисто Было очень приятно Были очень счастливые Молодые люди И не молодые Там были Всех возрастов То есть Казалось, атмосфера Какой-то такой Знаете Непринужденности Расслабленности И это очень подкупало Вот Потом я послушала Конечно же лекцию И я поняла Что, да Действительно Это Это то, что Вот Надо, да То есть Это уже, конечно же Лекции Более такие Духовные И, естественно Направленные На какое-то Внутреннее Да Развитие И вот Так вот Я пришла В религию А, ну Еще до этого Я прочитала Книгу Святого Луки Что я там Еще сделала Но вот так Что мне Действительно Я поняла Что Ну я По христианству Да И до До того Как я мне дали Про Кришну Да Я пыталась Ходить именно В обычную церковь Православную Но почему-то Не получилось То есть Я не нашла Именно того Ну Живого Авторитета За кем Бы я Вот могла Ходить Именно в церковь Ну К сожалению Авторитеты Есть везде Просто Мне вот Ну Не совпало Да В моей жизни Хотя бы Я с удовольствием Хотела бы И христианство И сейчас У меня Кстати Есть Да Возможность У меня Есть желание И очень Очень Хорошо Меня Встречают Как-то В православии Так же И в исламе Так же И в кришнаитских Храмах То есть На самом деле Сейчас Я уже Вообще Не вижу Как бы такой Знаете Прям таки Глобальная разница Если искать Знаете Прям вот Ковыряться То наверное Да Найдешь Там различия Все такое Но по большому счету Все религии Говорят про одно Будь Ну Работай над собой Да А еще До этого Я в суфе Увлекалась суфиями Читала Слушала их рассказы Слушала Про Мевляма То есть Истории Его жизни Вот То есть Вот эти вот Два фактора Да Святой Лука И Мевлям Вот эти вот Два человека Как-то в моей жизни Показали мне Что Это Самый лучший Путь развития Да То есть Работать над собой Над своими качествами И Если уж Выбирать себе Авторитета По жизни То есть На кого бы я Хотела быть Похожа То я бы Однозначно Выбрала Этих людей Еще до того Как я осознанно Пришла в религию Вот То есть Это вот Мой Так сказать Религиозный путь Религиозный путь Рыгиозный путь Субтитры подогнал «Симон»